Кремлёвская пропаганда Всего мира съезжаются поближе к Майорску и Волновахе, чтобы первыми отхватить студентов с дипломами ДНР. Донецкий институт железнодорожного транспорта подписал договоры о сотрудничестве с шестью вузами из разных стран. Значит, за окном лето. И юнионы всех засолов продолжают отжигать о могучей новороссской системе образования. Такое создаётся впечатление, что сейчас международные отношения развиваются быстрее, чем когда вузы наши работали при Украине. Сказки не меняются ещё с 2014 года. Именно тогда местные Васяны и сказки Новоросса и Элитная чуть ли не мамой клялись. Такие дипломы устроены, что укропы обзавидуются. Они получат документ, который полностью соответствует стандартам Российской Федерации. То есть конкурентное преимущество у наших выпускников будет несоизмеримо выше, чем те, которые уехали с родины. Когда истерика немножко подупала, в самой России выразительно покрутили пальцем у виска. По полочкам всё разложил не кто-нибудь, а министр образования. Дипломы из Донецка и Луганска действительно признаются. Отличным вариантом укрепит шатающийся шкаф. Дипломы ДНР и ЛНР мы не признаём, поскольку сами эти государства мы не признаём, заявил министр образования науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов. Чуть позже вытирать ноги о новоросские бредни стали даже федеральные каналы. И это не потому, что из Москвы так сказали, а просто между бодрыми песнями Захарченко и новоросской реальностью целая пропасть. Дипломы, выданные в самопровозглашённых республиках, не считаются действительными. Врёте всё? Быть такого не может. Мы не сомневаемся, что реакция будет именно такой. Но для тех, кто в Армате, повторим. Это не украсми в руки. «Россия-24». Получите, распишитесь и не обляпайтесь, когда будете кушать. Им важна легитимность диплома. Вот их волнует, особенно родителей, легитимность диплома. Для того, чтобы молодёжь понимала свою перспективу. А уже в самом сюжете видно, как открыто угут местные чиновники. Вот послушайте, что вам не просто тётя с улицы, а цельный директор говорит. Почему выбирают? А потому что не видят будущего на той территории. Поэтому и выбирают Луганск, и выбирают Россию. Слышали? Да никто у этих укропов учиться не хочет. Дети понимают, что в Украине, конечно же, нет будущего. Ведь они тоже понимают, что будущего у того государства, которое расстреливает свой собственный народ, какое оно будущее. А теперь смотрим все. Этот же сюжет, тоже Луганский, самое крутое. Это же школа. Не тетёха с методичками в кармане. А сами дети рассказывают журналисту из Москвы, как и что. Есть такие? Да, есть. Они ездили уже с тобой. Полкласса. Полкласса, грубо говоря, да. А никуда они, в Киев? Харьков. Харьков и Киев, в основном. Да, в основном туда больше, наверное, никуда. Ой, полкласса в Киев и Харьков? Харьков и Киев, в основном. Да, в основном туда больше, наверное, никуда. А гражданка-директор нам совсем другое говорила. Ой, как неудобно получается. Не видят будущего на той территории. Поэтому выбирают Луганск и выбирают Россию. И вот на таком примитивном вранье местных чинуш и построена вся их система образования. Вот и получается, что на словах ты, Лев Толстой, а на деле молодежь массово бежит из Донецка и Луганска. Половина выпускников первой луганской физико-математической школы поступать в высшие учебные заведения поедут на Украину. Еще раз, это выводы федерального канала России. Здесь уже не отвертишься. Хотя, че уж там, они стараются. Но, честно говоря, попытки одним языком превратить дешевую вафельку в элитное печенье ничего, кроме смеха, не вызывают. Китай и ДНР наладили межвузовские отношения. Завидуйте, хохлы, республика-то вон как поднялась. Уже не только Южная Осетия до ЛНР в друзья ходят. Вон, в Китае уже с Донецком контакты налаживают. Отметим, это первое соглашение со страной, не входящей в СНГ. Дело было в рамках встречи Международной ассоциации транспортных университетов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, куда заглянули в том числе и делегаты из непризнанных республик. То есть мы уже выходим за рубежи Российской Федерации, нас знают. А сейчас мы вам покажем, с кем на самом деле договаривались гости из Китая. Открываем официальный сайт той самой Международной ассоциации. И вот же незадача. О славной Народной Республике там никто не знает. Донецкий институт железнодородного транспорта. Украина. Но не существует для Китая никакой ДНР. Да что там, для Китая, для России не существует. Не признали и не собираются признавать. А потому вот такие новости. Китай и ДНР наладили межвузовские отношения. Это лишь попытка хорошей мины при плохой игре. И это далеко не единственный первый. Вы, наверное, не знали, но когда-то очень сильный факультет иностранных языков при Донецком национальном университете на второй год в процветающей молодой республике наконец-то отыскал свою нишу. Чем же мы можем быть полезны и вузам Российской Федерации, и вообще нашим коллегам? О, мы можем быть базой практики для военных переводчиков, наш факультет, например. Раньше-то плохо жили. И в больших компаниях, и в турфирмах, и даже в футбольных клубах переводчики с факультета работали. Зато теперь, вон оно как, с военными корреспондентами. Мы можем быть базой практики для военных переводчиков, наш факультет. Интересно, вот они понимают, что такими вот заявлениями закапывают себя сами? Ведь не первый же день живем, и тысячи людей отлично помнят, каким факультет иностранных языков был раньше. И не только ФИЯ, а и другие факультеты. Турфирм нет, потому что те паспорта, которые им выдали, это фантики для детей. Поехать никуда нельзя. Дипломы нигде не котируются, в том числе в той же России. Ну и в общем как-то не весело. Но они стискивают зубы и делают хорошую мину при плохой игре. Зато можно пристроить ребенка, переводить к какому-нибудь Филипсу. Качество образования упало в разы. Музыку в Новороссии сейчас заказывают те, у кого раньше пробиться наверх не было вообще никаких шансов. Вот вам простой пример. Истфак того же Донну. В деканах простой доцент, который в свое время то с автоватом бегал, то журналистов подвалом пугал. Прославился тем, что на днях сказал журналисту, а ты почему у нас до сих пор не в подвале? А это все тот же истфак, но уже помощник декан. При фашистской Украине дядьки на лекциях постоянно мешали рассказывать о жидовских заговорах. Был у нас еще преподаватель Дмитрий Посредников, который проводил собрание православного клуба Пересвет в аудиториях истфака. Привлекал студентов участвовать в мероприятиях, где проводилась идея симфонии светской и духовной власти. Внушалось, что Россия – последний оплод духовности. Но стоило прийти духовной, православной Новороссии, и карьера этого жидобоя резко поползла вверх. Заместитель декана по учебной работе Дмитрий Посредников. Совсем рядом с истфаком – филологический факультет. Еще три года назад часть нынешних преподавателей ходила в показательных патриотах. А студенты, курившие у барельефа стусу, могли получить серьезный нагоняй. Фраза «не кури под стусом» на филфаке стала крылатой. Но стоило в городе появиться людям с автоматами, как часть недавних суперпатриотов переобулась за пять минут. Донецкая Народная Республика снесли барельеф и памятную доску поэта Василия Стуса на входе в филологический факультет Донецкого национального университета. Никто и не пикнул, когда боевики просто демонтировали тот самый барельеф. Конечно, это же не сигаретный дым. Должность оказалась куда важнее недавних принципов. И это даже не вспоминая грандиозного скандала с плагиатом. Заведующую кафедрой журналистики Донну Инессу Артамонову ловят на горячем. Докторская работа, мягко говоря, позаимствована, а если уж говорить прямо, достырена у ученых соседней страны. В 2011 году заведующая кафедрой Донецкого национального университета Инесса Артамонова была уличена российскими учеными в плагиате, в результате чего разгорелся большой скандал. В октябре 2014 года решением профильного министерства Артамонова была лишена ученого звания. Что случается после подобного в нормальном обществе? Ну, если не суд, то гарантированное увольнение. Но в чудной Новороссии все прям наоборот. И вуаля! Соведующая кафедры превращается в целого декана факультета. Я поздравляю тех, кто сегодня получает диплом. Вы мужественные студенты. А пока все это очень напоминает обычную тоталитарную секту, где народ завлекают сладкими обещаниями счастливой жизни. Ведь вне этой секты духовные лидеры Новороссии просто безработные. И они плотно кушают ровно до того момента, пока эта секта существует. Кстати, народ, давайте к нам! Россия признала дипломы ДНР, качество образования ВО. И вообще, после учебы в Китай работать поедете? Ага, только когда рак на горе свистнет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова